Новое современное оборудование поступило в рамках нацпроекта «Здоровье» региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан, а также за счет федерального бюджета и благотворительности. В ходе рабочего визита в больницу райцентр Алексей Горбачев оценил, как идет модернизация здравоохранения муниципалитета, но перед началом обхода глава района поблагодарил медработников за труд. То, что есть у нас такая база медицинская, это дает возможность нам экономически развиваться и образовательную сферу поддерживать. Поэтому я хочу пожелать вам дальнейших успехов в вашем непростом, очень сложном, я считаю, но самом важном труде. Без вашей помощи, я думаю, никто бы на свет не родился и долго бы, наверное, и не прожил. Недавно прошел праздник, 8 марта, да, я вот смотрю, Фадид Александрович, у вас как бы белые халаты, они вообще всех становятся красивыми, вот даже мужчин. И они подкрасивее. Поэтому я от всей души вам желаю прекрасной половине вашего коллектива жизненных сил, энергии. Берегите себя, понятно, что у вас затратный труд, то есть есть момент выгорания и так далее. Старайтесь себя сохранить, старайтесь отдавая другим свое здоровье сохранить, потому что каждый из вас, я считаю, человек, который за вами стоят десятки, сотни ваших пациентов, которые вас любят, уважают, ценят и на вас очень надеются. Поэтому вам здоровья крепкого, счастья, удачи и новых успехов, чтобы было у нас здоровое, красивое, старшее и среднее, и молодое поколение. Спасибо вам за то. Продолжилась рабочая встреча главы осмотром нового оборудования. Алексей Горбачев оценил все возможности и преимущества современных аппаратов. Например, УЗИ-аппарат. Он поступил в поликлинике Николы Березовки и Куянова. Стоимость каждого 7 миллионов рублей. Визуализация хорошая на аппарате, картинка четкая, и это, например, бывает под тормозом, вот так вот прям фламу хорошо работает, функционал широкий у него, то есть мы можем проводить все виды исследований, в том числе сосудистые исследования, УЗИ-сердце можем проводить, что вот актуально сейчас. На чеках все есть. Все очки есть, да, все можем смотреть. Какие плюсы вот видите? На универсальные, то есть мы можем на одном аппарате посмотреть полностью все человека. То есть детей до года можно смотреть, или месячный медосмотр проводим деток, ну и, соответственно, и взрослых полностью. И это далеко не единственное поступление. Также кальпоскоп, электрохирургическая система, передвижной медицинский комплекс, бактерицидные камеры, стоматологические установки, ФГС, гинекологическое кресло и другие. Всего на 61 миллион рублей, и это только за 2023 год. Кальпоскоп – это на сегодняшний день один из наиболее доступных методов для выявления патологии шейки матки. То есть помимо того, что существует традиционный забор мазков, ацетология, выявление патологии, кальпоскоп является расширением, дополнением к тому, что можно расширить спектр, так сказать, выявления заболевания, заболевания онкологических на ранней стадии шейки матки. То есть данный кальпоскоп обладает достаточно большой увеличенной способностью. Современнее становится и территория поликлиники райцентра. По просьбе жителей администрации Краснокамского района здесь появился остановочный павильон закрытого типа. Для жителей села Никола-Березовка добрым событием было то, что построили такую удобную, теплую остановку. Не скрою, что первоначально не только соседи мои, но даже издалека люди специально приходили сюда, когда выходили на прогулку, смотреть, что это за остановка. Особенно удобно это, конечно, и тем, кто с раннего утра приезжает из деревень. Спрятаться можно и от солнца, и от ветра, и от дождя. Поэтому жители села Березовка, да и, я думаю, весь район благодарны администрации района, что построили такую теплую остановку.